Зима и весна. В течение двух последующих месяцев Уика посвящала Бриду в первые таинства волшбы и ведовства. По ее словам, женщины обучаются этому легче и скорее, чем мужчины, потому что в их теле ежемесячно совершается полный природный цикл – рождение, жизнь, смерть. «Лунный цикл», – говорила она. Бриде пришлось купить тетрадь и заносить в нее все свои ощущения и впечатления, начиная с первой встречи. Тетрадь надо было постоянно пополнять свежими записями, а на обложке изобразить звезду с пятью лучами, соотносившую все написанное с традицией Луны. Уика рассказала, что у всех, кто практикует ворожбу и колдовство, есть такой дневник, и назван он в память сестер, погибших за четыре столетия охоты на ведьм, книга теней. Но зачем все это? Надо разбудить дар. Без него все, что ты познаешь, будет лишь мелкими тайнами. Даром своим ты сможешь служить миру. Бриде должна была отыскать в своей квартире уединенный уголок, чтобы поставить там маленький алтарь, перед которым день и ночь горела свеча, согласно традиции Луны. Это был символ четырех стихий. Фитиль содержал в себе землю, парафин в воду, огонь горел, а воздух не давал ему погаснуть. Свеча была важна также и для того, чтобы напомнить, есть поручение, которое надо выполнить, и она, Брида, вовлечена в это. И только свеча должна оставаться на виду, все прочее следует прятать на полке или в ящике, ибо еще с эпохи Средневековья повелось так, что ведьмам предписано хранить в глубочайшей тайне все, что они делают. И иные пророчества предрекают, что в конце тысячелетия вновь настанет тьма. И всякий раз, когда Брида, возвращаясь домой, видела горящую свечу, она испытывала чувство непривычной, какой-то чуть ли не сакральной ответственности. Уика приказывала ей внимательно прислушиваться ко всем шумам и звукам, что исторгает мир. «Где бы ты ни была, ты сможешь услышать шум мира», — говорила она. «Это шум неумолчный и непрестанный. Он звучит в горах, в городе, на небесах, на дне морском. Прислушайся, и ты уловишь легчайшую вибрацию, колебания. Эта душа мира преображается, двигаясь к свету. Колдунья должна быть особенно чутка к этому, ибо она сама — важный элемент этого продвижения». Уика объяснила, что древние говорят с нашим миром на языке символов. «Пусть никто не слушает их, пусть язык этот позабыт почти всеми, древние никогда не прекращают этот разговор. Они такие же, как мы?» — однажды спросила ее Брида. «Мы — это и есть они. И внезапно нас осеняет постижение всего, что открылось нам в прошлых жизнях, и что великие мудрецы оставили нам на скрижалях Вселенной». Сказал Иисус, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Род человеческий вечно пьет из этого неиссякаемого источника. И когда все кругом твердят, что все кончено, находит все же способ выжить. Он выжил, когда обезьяны согнали людей с деревьев, выжил, когда воды потопа покрыли землю, и выживет, когда все будут готовиться к окончательной катастрофе. «Мы ответственны за мироздание, ибо мы и есть мироздание». И чем больше времени проводила Брида в общении с Уикой, тем сильнее сознавала она ее красоту. Уика продолжала наставлять Бриду в традиции Луны. Велела ей обзавестись кинжалом с обоюдоострым клинком, да чтобы еще был неправильной формы, напоминающей язык пламени. Брида обошла множество магазинов и антикварных лавок, но так и не нашла ничего похожего. Выручил Лоренс. Он попросил своего университетского коллегу, химика и металлурга, изготовить искомое. Потом сам приделал к нему деревянную рукоять и вручил подарок Бриде, показав тем самым, что уважает поиск, который она ведет. Уика осветила, кинжал, совершив сложный ритуал. Угольком чертила на лезвии какие-то таинственные знаки, постукивала по нему деревянной ложкой, произносила заклинания. Она объяснила, что кинжал должен стать продолжением руки, а на острие клинка надлежит сосредоточиться всей телесной энергии. Именно поэтому феи использовали волшебные палочки, а магам требовался меч. Когда Брида удивилась угольку деревянной ложки, наставница объяснила, что в те времена, когда ведьм преследовали и сжигали на кострах, им по неволе приходилось пользоваться для волшбы вещами, которые можно было легко выдать за предметы повседневного обихода. Этот обычай прошел через века, а те материалы, которые применяли древние, оказались утраченными. Брида научилась воскурять ладан и очерчивать кинжалом магические круги. Был еще один ритуал, который полагалось совершать всякий раз, когда луна меняла фазу. Надо, учила Уика, подойдя к окну с чашкой, доверху наполненной водой, дождаться, когда на поверхности отразится луна. Потом наклониться над чашей, чтобы в ней появилось отражение и твоего лица, причем луна должна прийтись ровно посередине лба. Потом, предельно сконцентрировавшись, ткнуть в воду кинжалом, разъединив отражение. Потом немедленно выпить эту воду, и тогда сила луны начнет расти в тебе. Все это совершенно бессмысленно, сказала Брида. Уика не придала ее словам особого значения. В свое время она и сама считала так. Но снова напомнила своей ученице слова Иисуса о том, как нечто прорастает в человеке незаметно для него. Неважно, есть здесь смысл или нет, добавила она. Вспомни про ночную тьму. Но чем чаще ты будешь делать это, тем прочнее станет твоя связь с древними. Пусть поначалу ты не поймешь этого, слышать их будет лишь твоя душа. В один прекрасный день голоса вновь пробудятся. Но Брида не хотела лишь пробуждать голоса, она стремилась познать иную часть. Но с Уикой она это обсуждать не собиралась. А та строго запретила ей возвращаться мыслями в прошлое, сказав, что это бывает необходимо лишь в редчайших случаях. И не пользуйся картами для того, чтобы провидеть будущее. Карты служат лишь для бессловесного роста, для того, который не постигается разумом, не осмысляется логикой. Брида обязана была трижды в неделю раскидывать карты Таро и вглядываться в них. Видения возникали не всегда, а если и появлялись, были по большей части недоступны пониманию. Когда она посетовала на эту Уике, та отвечала, что смысл таких картин столь потаенно глубок, что она и сама не в силах расшифровать его. А почему я не могу прочесть свою судьбу? Лишь настоящее имеет власть над нашими жизнями. Когда ты пытаешься по картам разгадать судьбу, то приводишь будущее в настоящее и подвергаешь себя серьезной опасности, ибо оно способно спутать будущее. Раз в неделю они отправлялись в лес, и там Уика открывала бриди тайны растений. Для нее все в этом мире, а они особенно, несло на себе письмена Бога. Иные листья по форме напоминали сердце и могли исцелять сердечные болезни. Иные цветы были подобны глазам и улучшали зрение. Брида постепенно убеждалась, что многие растения в самом деле необыкновенно похожи на органы человеческого тела. А в толстой книге о народной медицине и лекарственных травах Лоренс раздобыл этот том в университетской библиотеке нашла подтверждение тому, что крестьяне и колдуны были правы. «Господь свою аптеку держит в лесах», — сказала Уика однажды, когда они отдыхали под деревом, для того, чтобы все люди были здоровы. Брида знала, что у ее наставницы есть и другие ученики, но никогда не встречала их у нее дома. В урочный час пес неизменно поднимал лай, давая понять, что пора уходить. Тем не менее, на лестнице она однажды столкнулась с дамой средних лет, в другой раз с девушкой своего примерно возраста, а потом с каким-то мужчиной в деловом костюме. Брида слушала их шаги и по скрипу рассохшихся от старости деревянных ступеней безошибочно определила направление. Эти люди шли в квартиру Уике. И однажды, собравшись с духом, спросила о них. — Сила видовства — это коллективная сила, — отвечал Уика. Различные дары поддерживают энергию и не дают ей иссякнуть. Один зависит от другого. И объяснила, что существует девять видов дара и что как традиция Солнца, так и традиция Луны озаботились тем, чтобы они прошли через столетия. Какие же это дары? Уика в ответ упрекнуло ее в лене. Она, мол, желает получить ответы на все вопросы сразу, тогда как настоящую ведьму влекут все виды духовного поиска, сколько ни есть их на свете. И велела почитать Священное Писание, там сокрыта истинная мудрость, и узнать о дарах из первого послания апостола Павла Коринфянам. И Брида открыла девять даров — слова мудрости, слова познания, веры, исцеления, чудотворства, пророчества, языков, разговора с духами, способности к толкованию. И поняла тогда, какой же дар она ищет. Это дар разговора с духами. Уика научила Бриду танцевать. Она говорила, надо, чтобы тело двигалось в такт и в лад шуму жизни. Тем едва заметным колебанием воздуха чуть ощутимы вибрации, что есть всегда. Никакого особого умения не требуется, делай любые движения, какие в голову придут. Тем не менее, Бриде пришлось потрудиться, прежде чем она смогла привыкнуть к этим движениям, лишенным логики. Фолькский маг объяснил тебе, что такое ночная тьма. В соответствии с обеими традициями, которые на самом деле суть одно и то же, ночная тьма — это единственный способ расти. Когда ты вступаешь на путь магии, а вернее погружаешься в нее, самое главное, самое важное — ввериться ей безраздельно, предаться безусловно. Мы повстречаем на этом пути такое, чего никогда не сумеем понять, говорила ей Уика, и в чем не найдем той логики, к которой привыкли. Постигать суть вещей и явлений придется не разумом, а сердцем, и это может внушать страх. И в течение долгого времени путешествия будет казаться погружением в ночную тьму. Но всякий поиск — это прежде всего усилие веры. «Но Бог, постичь которого еще труднее, чем ночную тьму, оценит это», — продолжала она, «и, взяв за руку, проведет нас через тайну». Ни злости, ни горечи, ни досады не чувствовалось в словах Уике, когда та говорила о маге. И Брида по глазам Уике поняла, что ошиблась. Было видно, нет, этих двоих никогда не связывала любовь. Скорее всего, то давнее раздражение возникло всего лишь из-за того, сколь различными путями шли они. Ведьмы и маги чистолюбивы и тщеславны. Каждый хочет доказать другому, что его поиск верней. Внезапно она осознала, о чем думает. Да, Уика не была влюблена в мага. Это читалось у нее в глазах. Брида видела фильмы, читала книги, где рассказывалась об этом. Все умели по глазам распознать обуявшую человека страсть. — Я начинаю понимать простые вещи лишь после того, как заморочу себе голову сложными, — подумала она. — Быть может, настанет день, когда она сможет следовать традиции солнца. Осень уже перевалила за середину, и холод становился нестерпимым, когда позвонила Уика и сказала. — Мы встречаемся в лесу. Через двое суток в день новолуния перед тем, как стемнеет, и положила трубку. Эти двое суток Брида раздумывала над тем, что принесет ей эта встреча. Выполняла ставшие уже привычными ритуалы, танцевала под звуки, исторгаемые миром, каждый раз при этом думая, я предпочла бы музыку. Впрочем, она почти приноровилась двигаться в такт этой странной вибрации, которая отчетливее ощущалась ночью или в безмолвии пустых церквей. Уика давно еще сказала, что от танцев под музыку мира душа лучше приноравливается к телу и напряжение ослабевает. И впрямь Брида стала замечать, что люди ходят по улицам, не зная, куда девать руки, не шевеля плечами, не бедрами. Ей хотелось научить всех встречных слышать эту почти беззвучную мелодию. Если бы они потанцевали под нее хоть несколько минут в день, дав своему телу волю и избавив от логики, они без сомнения чувствовали бы себя лучше. Но танец этот входил в ритуалы традиции луны и знали об этом лишь колдуньи. Но наверняка и в традиции солнца было нечто подобное. В ней всегда отыскивалось нечто подобное, хотя никому почему-то не хотелось обучаться ей. — Нам больше не ужиться с тайнами мира, — говорила она Лоренсу, — а все они сейчас перед нами. Я хочу стать ведьмой, чтобы раскрыть их. В назначенный день Брида направилась в лес. Она шла по тропинке, петлявшей между деревьев, и ощущала магическое присутствие духов природы. 600 лет назад этот лес был святилищем жрецов друидов, но пришел день, когда святой Патрик извел в Ирландии змей, и друиды исчезли. Однако из поколения в поколение передавалось уважительно боязливое отношение жителей соседней деревни к этому месту. На опушке она встретила Уику, облаченную в мантию. Рядом стояли еще четыре женщины, одетые обычно. Посреди прогалины, там, где раньше она видела пепел и золу, сейчас горел костер. И Брида глядела на огонь в страхе, безотчетным и необъяснимым. То ли давала себя знать частица лони, которую она носила в себе, то ли в других своих воплощениях она несколько раз испытывала на себе смертоносную силу огня. Появились и другие женщины. Одни казались ее сверстницами, другие выглядели старше Уике. Всего их было девять. Мужчин сегодня я не звала. Давайте дождемся пришествия царства Луны. Царство Луны — это ночь. Они сидели вокруг костра, говорили о самом, что ни на есть обыденном, так что у Брида создалось впечатление, будто ее пригласили в гости. Разве что обстановка не вполне вязалась с беседами за чашкой чая. Но когда небо покрылось звездной россыпью, атмосфера изменилась. Уике не потребовалось давать никаких указаний. Светский разговор увял сам собой, и Брида спросила себя, может быть, они только сейчас заметили, что перед ними костер, а вокруг лес. Некоторое время все молчали, а потом заговорила Уика. Ежегодно в эту ночь ведьмы со всего мира собираются вместе, чтобы совершить молитву и почтить память своих предшественниц. Так предписывает традиция. Раз в год в десятое новолуние мы должны собраться вокруг костра, который был жизнью и смертью для наших преследуемых сестер. Она достала из-под своей мантии деревянную ложку. Вот символ и показала ее всем присутствующим. Женщины поднялись, взялись за руки, подняли их к небу и стали слушать молитву Уике. Пусть не зайдет на нас сегодня ночью благословение Девы Марии и сына ее Иисуса. В нашем теле дремлет иная часть наших предков, да благословит Пречистая Дева и их тоже. Пусть благословит нас Пречистая Дева, потому что мы женщины и живем сегодня в мире, где мужчины с каждым днем все больше любят нас и понимают. Но все же на телах наших мы носим отметины прошлых жизней, и отметины эти все еще болят. Пусть избавит нас Пречистая Дева от них, да угасит она вечно тлеющая в наших душах чувство вины. Мы ощущаем ее, когда выходим из дома, ибо оставляем наших детей, чтобы заработать им на пропитание. Мы ощущаем ее, когда остаемся дома, ибо нам кажется, что не в полной мере пользуемся свободой, которую мир предоставляет нам. Мы ощущаем ее за все, хотя ни в чем не можем быть виноваты, ибо всегда были отстранены от власти и значит от принятия решений. Пусть не забудет Пречистая Дева, что когда мужчины убежали от Иисуса и отреклись от Него, и от Его веры, мы, женщины, оставались рядом с Ним. И это мы плакали, когда Он нес свой крест, и это мы были у Его ног в час смерти, и это мы обнаружили, что гробница его пуста, и нам не в чем винить себя. Пусть напоминает нам Пречистая Дева, как нас гнали и преследовали за то, что мы исповедовали религию любви. Покуда люди пытались силою греха воспрепятствовать ходу времени, мы собирались на свои запрещенные празднества и радовались тому, что еще оставалось в мире прекрасного. И за это нас судили и приговаривали к сожжению на костре. Пусть напоминает нам Пречистая Дева о наших предшественницах, которым, как святой Жанне Д'Арк, приходилось, чтобы нести Слово Божье, переодеваться в мужское платье. И все равно они погибали в огне костров. Уика взяла деревянную ложку обеими руками и вытянула их перед собой. Вот символ мученичества наших предшественниц. Пусть пламя, пожравшее их тела, вечно пылает в наших душах, потому что они пребывают в нас. Потому что мы — это и есть они. И швырнула ложку в огонь. Брида по-прежнему неукоснительно исполняла все ритуалы, которым научила ее Уика. Держала на алтаре зажженную свечу, танцевала в такт и лад звуком и сторгаемым миром. Отмечала в «Книге теней» дни встреч с лизмами, дважды в неделю посещала священную рощу, заметила к собственному своему удивлению, что стала понемногу разбираться в травах и растениях. Но голоса, которые так хотела пробудить Уика, не звучали. И светящуюся точку ей увидеть не удавалось. Как знать? Может быть, я еще не познала иной часть о себя. Не без страха думала Брида. Да, такова была участь всех, кто овладел традицией Луны — никогда не обманываться насчет мужчины своей жизни. Это означало, что, едва успев превратиться в настоящую колдунью, она навсегда, не в пример всем прочим обычным людям, отрешится от иллюзий любви. Это означало, конечно, что она будет страдать меньше, а может быть и вообще не будет, ибо ей будет дарована возможность любить все на свете напряженнее и жарче других. А иная часть — это божественное предназначение каждого. Традиции учат. Даже если когда-нибудь придется расстаться с частью, любовь к ней увенчает любящего славой, дарует ему понимание и наполнит душу очищающей, возвышенной и светлой тоской.